Всем привет народ, у микрофона снова мистер Чейзер, вы смотрите мой же Сплей канал, ну и мы заканчиваем прохождение игрушки Darksiders 3. Но, к сожалению, произошло непредвиденное, к сожалению, у меня не записался звук, ну именно звук моего микрофона. Поэтому сейчас я сижу и как бы, ну то есть геймплей у меня есть, игру я допрошел, и кстати да, это последнее видео, как вы поняли по названию. И соответственно моего голоса в этом видео будет минимум, то есть будет в начале, вот сейчас мое вступление, так сказать, фирменное. И будет только голос в конце, когда будут титры, тогда когда мы будем подводить итоги. К сожалению, прям садиться и заново перепроходить какой-то отрезок 40-минутный, ну или около того, я не хочу. Да, тем более сохранения уже были в игре сделаны после того, как мы, собственно, прошли игру. Так что, прошу простить меня за такой непрофессионализм, к сожалению, аудасити, а именно это та программа, которая записывалась, лаганула, и я ничего поделаться этим не могу. Так что, оставляю вас наедине с двумя последними пустфайтами и кучей всяких сюжетных роликов. И услышимся уже тогда, когда будут титры. Уверенность тебе идет Заслуженная А ты горда Видишь ли, я никогда не понимала, почему гордыня считается смертным грехом Сила, которую ты ощущаешь сейчас, после выполнения трудного задания, разве она не делает тебя могучей? У тебя огромные перспективы Великолепные результаты Разве ты не заслужила награды? Возможно, но не от тебя Перед тем, как ты совершишь роковую ошибку, я хочу сделать тебе предложение Ты повидала мир Видела его состояние Ты достаточно умна, чтобы понимать, что кто-то солгал тебе Плана нет Равновесия нет Это все ложь Но Представь, если бы это было правдой Представь, куда ты И я Могли бы действительно направить этот мир Навести в нем порядок Разве ты не этого хочешь? Мы могли бы стать силой равновесия, которую заслуживает этот мир Мы могли бы обрести величие Когда-то эта речь могла бы на меня подействовать Но тогда я еще не понимала, насколько отвратительной бывает гордыня Спасибо тебе за это щедрое предложение Но если этому миру суждено возродиться Это не будет нашей с тобой заслугой Субтитры сделал DimaTorzok Далее Нише, что в зодеянное в твоих бабушках не может сравниться с тем, чего достигла в ДАА. Боишься посмотреть на себя? Ты ещё! Ты любишь всего лишь невежество. Слёг не напишешься. Не хватит за вещами твоей силы. Не могла бы гордиться, но мою нить. Музыка Круто Круто Ты говорила с Повелителем Пустот. Он знал. Он тоже был гордым. Расскажи мне о Совете. Твои так называемые хозяева поражены гордыней. Они не служат равновесию. Как ты думаешь, кто выпустил семерых из заточения? Для чего мы нужны, если нет людей, которых можно совращать? Ну скажи же мне, что я говорю неправду. Ты не можешь отрицать, что гордость все еще живет в тебе. Не так ли? Хватит пустой лести. Расскажи мне все. Ты уже все знаешь, госпожа. Вся ирония в том, что на этот раз твой враг прав. Ты должна чувствовать гордость, но нет. Ты чувствуешь только страх. Страх, что, оказавшись так близко к величию, ты падешь. Видишь? Твой совет предал тебя. Наблюдатель? Всегда такая красивая. Тогда-то я так завидовала тебе, сестра. Зависть. Нет. Да. Я так свободен. Тогда-то я вам велик. Нет. Открывай. Нет. Открывай. Нет. Это все было правдой! Да, все это. Я завидую этому невежеству. Какое блаженство, да? Ты знаешь, чему еще я завидую? Твоей силе! И благодаря нашим общим благодетелям эта сила моя! Горды, я права. Обугленный совет подставил тебя! Они хотят убить всех нас! Все семь грехов и всех всадников! Нет! Да! О-о-о, но я! Я знаю лучше! Зайк! Чувствую, Зайк! Я приняла облик верной служанки, а ты, всадник, стала моим мечом и моим щитом. Тебе, когда другие грехи не стоят у меня на пути, я уничтожу обугленный совет раз и навсегда! И тогда земля наконец-то станет моей! Гордыня предшествует падению! Несколько прямолинейно, но в точку! Гордыня предшествует... ...какая мандила воolсь, которые охраняются более достойные платы и правила, Или снова, она офигфоровится более долгосренировка. Ухажаем! 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 Ты храпишь. Может, у тебя нос сломан? Ну, похоже, ты была занята. Занимаясь тем, о чем я понятия не имею, кроме сохранения своей задницы. Кто ты, человек, чтобы так разговаривать со мной? О, я всего лишь какой-то беженец, как и ты. Но я слабоват, чтобы защищать равновесие. Это твоя задача. Я поняла, что я слаба. Но, может быть, теперь ты понимаешь, как чувствуют себя все люди? Втянутые в войну, которой они не хотели. Брошенные на растерзание силам, которые они не понимают. И с которыми не в состоянии драться. Все человечество было предано. И все же они все еще сражаются. А ты? Я сбилась с пути. Я завидовала. Я гневалась. Я ленилась. Все больше и больше. Я совершала все семь смертных грехов. И я дорого заплатила за это. Другими словами, ты жила. Другими словами, я не могу согласиться. Ну, хорошо. Ты, наконец, жива. А если есть жизнь, есть и надежда. Надежда? Я была посрамлена в битве с завистью. Не сомневаюсь, что она прямо сейчас мчится, чтобы уничтожить обугленный совет. А я остаюсь прикованной к земле. Так что, когда ты говоришь о надежде, человек, я не могу согласиться. Вся надежда потеряна. Нет. Убежище построено на надежде. Иди, поговори с Ультейном. И поймешь. Иди, поговори с Ультой. Почему они помогли мне? Ну, люди обычно так поступают. И сыграло то, что ты отправила к нам немало выживших. И напрасно. Мы вытаскивали тебя не для того, чтобы ты все бросила. Зависти принадлежит вся сила семерых. У тебя на лице написано, что тебя предали. Бросили умирать, как какую-то никчемность. А еще не все окончено. Зеркальный бассейн? Да, с некоторыми дополнениями. Но только для тебя. Он перенесет тебя туда, куда стремится твое сердце. Я желаю лишь закончить то, что начал Совет. Найди в себе решимость, Всадник. Это все, что у тебя осталось. И это то, что тебе необходимо, если ты хочешь остановить зависть и свергнуть своих бывших хозяев. Субтитры создавал DimaTorzok. Мы вы так долго наблюдали и вершили суд, что разучились сражаться. Я смелилась напасть на это святелище. Да, осмелилась. Потому что этого еще никто не делал. И от этого мне счастлива. Вы, спесивые сукины дети, целую вечность нарывались. И вам некого за это благодарить, кроме самих себя. Моя жажда власти погубит тебя зависть. Ха! Ворон называет ворона черным. Когда я закончу здесь, и от этого места останутся только камни, и я просто дождусь апокалипсиса и прикончу ослабленных генералов. Земля будет моей! Все кончено, зависть! Ты проиграла! Убей ее, всадник! Мы приказываем! Да заткнитесь! Я презираю ваши приказы! И скоро вы познаете на себе мою ярость! Кощунство! Так и есть! Сдавайся или умри, зависть! Ты серьезно? Нет, но попытаться стоило! Не завидую тому, что ты сейчас почувствуешь! Сдавайся или умри, зависть! Сдавайся или умри, зависть! Всем грех! А-а-а! Нет! Это было моим! Всё это было моим! Я это заслужила! Да! Моё! За всадником! А-а-а! 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 Девушки отдыхают... Ты перешла все границы, всадник. Ты будешь наказана вместе со своими братьями, как непослушный ребенок. Нет! Я не умру так! Я не позволю вашей порче распространяться дальше! Девушки отдыхают... 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 Раздор. Продолжение следует... ...вернули эту франшизу к жизни. Ну и, скорее всего, четвёртая часть уже в разработке. Хотя, на самом деле, отзывы пользователей о третьей части не очень весёлые, не очень радужные. И я их понимаю. Ну, то есть, тех, кто ставит эти не очень радужные отзывы. То есть, в Стиме, например, когда игра вышла, у неё отзывы были смешанные. Не знаю, как сейчас там дела обстоят. И эти обзывы были где-то в районе 60%. И, если честно, вот как я это обычно делаю, то есть, в конце подвожу какие-то итоги, когда прохожу какую-то игру для канала. И, соответственно, даю такую субъективную оценку от себя. То есть, я бы ей поставил смело 6,5 из 10. Не больше. К сожалению, у меня на момент записи этого прохождения было установлено 2 апдейта. Я более чем вангую, что выйдет ещё и третий и так далее апдейты. То есть, будут ещё разработчики править, фиксить патчами игру. Потому что у игры до сих пор есть проблемы с оптимизацией. Она всё ещё дичайше лагает. Мне вот, кстати, один из зрителей написал в комментариях, что на консолях вообще игра вылетает частенько. Ну, то есть, на консолях тоже с этим проблемы есть. Не только на ПК. Да и ПК у меня, если честно, ну, более чем достаточный для того, чтобы играть в эту игру на высоких, не максимальных настройках. Ну, короче говоря, да, у игры есть проблемы с оптимизацией. Очень многие в Steam жалуются на баги. И это ещё не говоря о том, что у игры и с сюжетом есть проблемы. Потому что ярость, ну, к сожалению, не внушает доверия. К сожалению, она не выглядит, как всадник Апокалипсиса. Серьёзно. То есть, если ты, когда играл за войну и смерть, ты прямо чувствовал, что ты играешь за, чёрт возьми, всадника Апокалипсиса, который готов голову налево-направо отрывать. И готов по костям своих противников. Пусть это даже, там, десятиэтажные боссы. Но всё же, твой всадник Апокалипсиса готов был прорубиться к правде. Готов был до конца игры именно по костям противников пройтись. В третьих Дарксайдерах, к сожалению, этого нет. То есть, ярость какая-то такая тупенькая, что ли, немного. Я даже не знаю, как сказать. То есть, она изначально такая в связи себя крутая, пафосная. Я вообще всех всадников за собой поведу. А в итоге оказывается, что она вообще ведёт себя как 15-летняя девочка. Странно это очень, если честно, с точки зрения сюжета. Ну, как бы ладно. Разработчики решили так, окей. Как по мне, они слили сюжет и персонажа тоже. Ну, как сказать, не полностью слили. Всё-таки они черту, где там вообще помидорами тухлыми в них кидаться будешь. Они её, к счастью, не переступили. Но, тем не менее, с точки зрения сюжета, мне кажется, ну, очень слабая. Очень слабая игра с точки зрения сюжета. Если первой и второй части сюжета тоже, как бы, немного времени уделялось. Больше был упор на геймплей. Но, тем не менее, там ты хотя бы играл за всадников Апокалипсиса. А в третьей части ты играешь, ну, за такого себе персонажа. Ну, мягко говоря. И здесь, как бы, феминизм и ещё что-то там, толерантность какая-то ни при чём. То есть, можно было сделать очень сильного волевого персонажа, который вот задался целью. То есть, я хочу вести всех остальных всадников за собой. Значит, я должен быть лучше их всех вместе взятых. Ну, и так далее. То есть, можно было сделать интересную историю и интересно прописать персонажа. Но разработчики этого не сделали. Они слили, к сожалению, персонажа ярость. Ну, мне, по крайней мере, так кажется. Я бы сделал, ну, по-другому. Но я не разработчик. Я лишь такой же игрок, как и вы. Короче. Что сказать по геймплею? Кому интересно более подробно послушать о том, почему же третий Darksiders это всё-таки Dark Souls больше, чем Darksiders. У меня есть на моём втором канале, который называется просто Chaser. Я, наверное, даже в описании оставлю ссылочку на то видео, где я делал. То есть, я там рассказал о проблемах геймдизайна третьих Darksiders. И, соответственно, что бы я изменил. То есть, что бы я сделал лучше. Что бы третья Darksiders была больше похожа именно на Darksiders, чем на Dark Souls. Соответственно. Поэтому, кому интересно, я повторяться не буду. Я там слишком долго повторяться. Там видео около 20 минут идёт. Так что, ссылку оставлю в описании. Можете посмотреть, там, влепить свой дизлайк. Ну и так далее. То есть, делайте, что хотите. Я просто высказал своё мнение. Ну, а мы с вами, как сказать, сидим, смотрим титры. И вам я хочу сказать огромное спасибо за то, что смотрели это прохождение. За то, что поддерживали своими комментариями. Лайкали. Кто дизлайкал, тот сами знаете кто. Тот заднеприводный, который сожрёт демон и растерзает ангел в подворотне. Не надо так. Ставите дизлайк. Пожалуйста, напишите в комментариях, чего вам не понравилось в моём видео. Я всегда прислушиваюсь к адекватной критике. Как-то так. Ну, а мы сейчас с вами посмотрим такой финальный маленький ролик. Как будто после титров фильмов Марвел. И, в принципе, на этом закончим. Опять же, большое спасибо всем, кто смотрел данное прохождение. Посмотрите на канале у меня ещё и другие прохождения всякие есть. Различные игры, жанры и прочее. Ну, если кто не видел первых и вторых Драксайдеров в моём исполнении, то, чего вы ждёте, обязательно навестите эти прохождения. Это просто, так сказать, одни из лучших игр для меня. И я их прямо вот с удовольствием прошёл. Прям, ну, это моя, наверное, одна из самых любимых франшиз наравне с тем же Science Roll. Ну, если брать старый THQ. Так что, опять же, под конец скажу спасибо THQ Nordic за то, что они всё-таки реализовали третьих Драксайдеров. И, надеюсь, когда-нибудь мы увидим и четвёртую часть про Раздора, который в этой третьей части впервые более-менее засветился, а не только его пистолеты. Надеюсь, про него история будет намного более цельной, интересной, и сам персонаж будет более проработанный, чем его сестра Тупенькая Ярость. На этом всё. Спасибо всем огромное. Жмите на колокольчики. И всем пока, ребята. Ещё услышимся. В горе все они окончательно падут. И останусь лишь я. Ты... Хе-хе-хе... Можешь идти.